Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Номер 831. События дня. Псалом 34 и 4. Да постыдятся и посрамятся ищущие души моей за 24 марта 2018 года. Приходили, там переписка была, что-то выбрасываешь, что-то оставляешь. Евгений Трапко. Инать Тихонович, так говорил о людях, которые отпадали от православия в ереси, что у них людей прежде всего не было семикратной молитвы каждый день. Я нахожу это изречение истинным. Если нет живой и постоянной молитвы, дьявол рано или поздно соврадит на путь лжи и ереси. Редко мы находим радость в мире всем, который Ты сотворил нам в усладу. Из-за наших грехов сделался Он чашским бременем. Мы, избравшие путь верности Тебе, сами оплетены грехами и злом, которые влекут мир в бездну. И все же вопьем к Тебе, Господи, когда весь мир покинул Тебя, доколе, доколе, Господи, оставивши нас пребывать во тьме. Иеремонах Серафим Роуз. Сергей Игнатов. Аминь. Встаю на молитву, а до семикратной с земными поклонами все еще не дотягиваю. Слабак я еще к своему стыду и никудышный ученик Христов. Помоги мне, Господи, решительно избавиться от нерадения в спасении своей грешной души. Прошу ваших молитв, мужи и братья, на себе испытывая свою немощь без Господа Иисуса Христа, а последовать примеру царя и пророка Давида, семикратно молившегося Богу, ленюсь. За это я не раз был постыжен нашим строгим наставником во Христе, но все еще нахожусь в рабстве от мирской суеты, хотя я отказался от бесполезной траты времени на новости или увлекательные сериалы и сплю меньше шести часов. Храни вас, Господь, родные мои отцы, братья, сестры во Христе. Аминь. Евгений Трабко. Комментарий интересно нашел в Фейсбуке. Интересно, что наши заключенные не любят слово «спасибо», любят слово «благодарю». И не только из-за того, что «спасибо» — это такое интеллигентное слово, но еще из-за профанации изначального смысла выражения «спаси Бог», если оно применяется к чефиру и сигаретам. Так наша тюрьма, в отличие от нашей интеллигенции, по-своему, но с постмодернизмом борется. У нас нет книг, читая которые, можно бы образумиться тем, кое еще способны к образумлению. Нужны жаркие книги, защитительные против всех злостей. Следует нарядить писак и обязать их писать. Не являются ли книги Игнатия Тихоновича книгами жаркими, защитительными против всех злостей? Следует нарядить писак и обязать их писать. Не является ли таким писак Игнатия Тихоновича для современного православия? Хотя и сам Феофан Затворник много писал, читая его труды. Где же найти сегодня таких епископов, как Феофан Затворник? Епископов такого православного духа. Роман Фроликов Любить надо их, благословлять на покаяние. А если расстрелять, то не будет у них времени на покаяние. Поэтому нам запрещено убивать людей. Тут были слова, выступал один и говорил, да расстрелять их, да и все. Гусейнов Рустам У людей, которые устраивают песни и пляски в храме Христа Спасителя, а также у тех епископов, которые благословляют весь этот цирк, нет ничего святого. Это конченые люди, скот. Евгений Трабко Письмо 75 Господа ради, не забывайте прочитывать святого Златоуста. Какая бы книжка его к вам не попалась. Он писал просто, без приготовлений, так как вещи зрелись его духом, и мысли о том слагались в сердце. Много у него с первого раза кажется ничтожным, но продолжайте далее, и найдете сокровище, которому нет цены. Иные говорят, что святой Златоуст изображал порядок общей жизни христианской. Большую частью это верно, но не вообще. В каждой почти беседе найдутся изречения, изображающиеся сокровеннейшую жизнь духа. Сие и изучайте, и держите то в сердце на случай беды и нужды. Евгений Трабко Из писем Феофана Затворника Виталий Калиников Исчерпывающий Игнать Тихоныч ответил по вопросу статуса крестовозвиженской общины. Вчера в Омске был Дворкин, и мой товарищ задал вопрос об Игнать Тихоныче. Он ответил, что сектант, но в разумительных аргументах не привел для обоснования своего ответа клеветы. Интересно, на Дворкина столько материала выпустили, там профессора за рубежом, никто, жулик, обманщик. Никакого сектоведения нет, такой и науки нету. Дальше, никакой не профессор. А перед тем, как заслать его сюда, сначала в Израиле прошел подготовку, а потом в Америке. Ну и это в Новокузнецке, он тоже стоял там, путал людей, Михаил Кальмаев ему задал вопрос точно так же обо мне, он точно так же ответил. Он говорит, а вот это так и так, это не так, он туда не знаю. Был в Барнауле, его пригласили на занятия, наши братья, на занятия в университете, он не пришел никак. Ну, что на это сказать ему. Даже лично ему встретился, еще сказать, он сектовед, какой сектовед, говорит, а такой специальности нет. А вот, то ли его не видят они, ну, столько материала, я тут его материал перебирал, сюда выставлял, и даже стали говорить, ну, сколько же можно выставлять. Конца края нету, там отдельно, специально исследование, что говорит, откуда берет, ничего нету, шулер. Столько лет кормят, сколько же он в патриархии денег слопал, это вообще. Ну, веры никакой нет, он не понимает ничего совершенно. Виталий Калиников, да Коле, жаль, что меня не было. Евтушенко Сергей, Дворкин с Новопашиным, скорее всего, скорее сами два дружка сектанта. Вот и ответ. Виталий Калиников, Дворкин и... И все, содружество его. Собирается закрывать не его пятьдесятников. Евтушенко Сергей, скорее они всех закроют, кто не КГБ, превратили церковь в КПСС. Вот они нужны, этот переходной период, вот там, как этот, Сарионов, НТ, а там хлопнули, и ничего нигде нету, как будто его никогда не было. А там выступал, дрался, видимо, вызвали, сказали, все кончилось. Ну и так это до своего времени пользуются вот этой парой-то, другие, которые есть. Ну правильно, Сергей? Вот они думают, закрыли свидетелей сторожевой башни. Ну и все, так они никуда не делись. Это граждане этой страны. Только что вместе собираются, будут накрывать их. Но они вузы беседуют, еще шире распространят. Старообрядцев не гнали бы в одном месте. А так до самого востока все покрыто старообрядцами, до разных толков. В итоге будут дергаться, пока их вместе с госмашиной под нож не поставят, как в 1917 году. Виталий Калиников. С Москвой уже все ясно. И не избегнуть. Вопрос времени. Это после того, как мы записали о том, что поставили, как надо, то клип, то песню пели, дядя Вова, мы с тобой. Я подробно объяснил, что речь-то идет не о Волгограде. Главное, это Москва, и как она будет сожжена, там 4 минуты 20 секунд, кажется ролик, а я отмечал больше часа. Подробно каждое слово, почему и как. Евтушенко Сергей. Виталий, никто избегать ничего и не пытается. Там сидят коммуняки в рясах. Не все кончено. Не все, конечно. Не все, конечно. И работают только в направлениях братки-силовики. А простых людей никто вообще не замечает. Если что не нравится, приедут патриоты на Мерседесах, в кавычках, и надавят из-за администрации и всей проблемы решаться. Зато не пройдет и 5 лет ребята с наганами будут в обнимку с попами гнать людей на амбразуру с криками о любви к родине. А сейчас можно продавать свечки и гонять на 6-литровых Мерседесах, попутно борясь с сектантами, административным ресурсом. То есть они там где-то жалуются, натравляют, как вот на лагере у нас натравляли, а что они успели-то? Ну ничего, и все это ближется к концу. Вся молодежь сейчас только смеется над церковью, глядя на проповеди и, в кавычках, машин стоимостью 2 квартиры простого человека. Человечка. А, человечка. А потом эта же молодежь с атеистическим звериным оскалом будет резать пузо очередному попенку. А наши патриоты-писаки будут потом еще 50 лет писать свои лирические стиховные высеры про причины падения духовной России. Виталий Каленьков. Да, брат, так и есть. Валентина Сартисон. Прочитав книги Игнатия Тихоновича «Со вниманием и вникнув, ты становишься уже другим человеком». И слова, и письма Дворкиных, и Дулевичей для тебя будут, как писк комара, жужжание жука и кваканье лягушки. Святой Иоанн Гутов. Вместо кваканье, так и говорят, карканье вороны. Виталий Каленьков. Это мягко сказано. Кваканье лягушки. Вот видишь, сказали мягко, интересно, если бы сказал, ну, что там, ворона каркать, карканье ворона, наверное, не сказал бы уже. Юрий Шитухин. О каком конщунстве говорит патриарх? Ну, плясали там, плясунья. Виталий Каленьков. Это термины, отчетливо отображающие реалии нашего бытия. Евтушенко Сергей. Степаненко в системе уже продолжительное время, поэтому он не замечает тех вещей, жесткая вахханалия, творится изо дня в день. Гусейнов Рустам. Это уже ближе к сатанизму. Период извращения православия. Евтушенко Сергей. Акция Пусси Райт – это политика. А в патриархии сидят политики, вот для них и важно произошедшее. Ответили они этим бесноватым бабенкам, как политики, а не как христиане, или хотя бы во что-то верующие люди. Делайте выводы. Юрий Шитухин. Казаки в Сочи популярно девчонкам объяснили, что так делать нехорошо. Они успели раздеться, как получили кнута от казаков. Вот так одна из этих акций не состоялась. Евтушенко Сергей. То, что происходит в холле ХХС, ХХС, Храм Христа Спасителя, это бизнес, по их мнению, все там нормально. То есть они отдают на день за 450 тысяч. Виталий Калиников. Это зал, где проводят соборы архиереев в земле русской. Это зал, где иконы Христа Спасителя, Божьей Матери, Ангелов, Архангелов, Святых Церкви Христовой. Это зал, где был избран, в кавычках, нынешний патриарх Кирилл. Евгений Трапко. Чтобы душа непрерывно возносилась к Богу и пребывала с Ним, нужно первое, в продолжении всего дня, как можно чаще, взывать ко Господу краткими словами. Смотря по нужде души и текущим делам. Например, начинаешь... Например, начинаешь что-то делать, говори. Говори, благослови Господи. Кончаешь дело, говори, слава тебе Господи. Да не языком только, но чувством сердца. Сердца. Да, сердца. Ясно слово. Поднимется какая-нибудь страсть. Говори, спаси Господи, погибаю. Находит тьма смутительных помышлений. Взывай, изведи из темницы душу мою. Предстоят неправые дела, и грех влечет к ним. Моли. Настави меня, Господи, на путь. Или не дашь во смятение ноги моей. Грехи подавляют и влеку к отчаянию. Взывай мытаревым глазом. Боже, милости будем негрешному. И так, во всяком случае. Или просто говори чаще. Господи, помилуй. Владычица Богородица, помилуй меня. Ангел Божий, Хранитель мой святый, защити меня. Или взывай другим каким-либо словом молитвенным. Только старайся как можно чаще делать эти воззвания, домогаясь всячески, чтобы они исходили из сердца, как бы выжжатые из него. Когда мы будем так делать, тогда у нас будут частые умные восхождения к Богу из сердца. Частое обращение к Богу. Частая молитва. А это учащение сообщит навык умного собеседования с Богом. Евгений Трабко. Феофан-затворник о том, как надо молиться. Евгений Трабко. Древние святые отцы, приветствуя друг друга при свидании, обыкновенно спрашивали ни о здоровье, ни о чем-то либо другом. А о молитве. Как, дескать, идет ли или как действует молитва. Действие молитвы было у них признаком жизни духовной. И они именовали ее дыханием духа. Есть дыхание в теле. И тело живет. Прекращается дыхание, прекращается и жизнь. Так и в духе. Есть молитва, живет дух. Нет молитвы, нет и жизни в духе. Феофан-затворник о молитве. А мы, когда имеем эти свидания, в кавычках, в храме, или где-то в городе, или в домашнем общении с православными христианами, о чем спрашиваем друг друга при приветствии? Или ничего не спрашиваем, потому что нас не особо интересует духовная жизнь ближнему? Доброе дело в Господе подражать древним отцам. И может тоже спросить рядом стоящего православного. Как молитва, брат? Рустам. Мир вам, Игнат Тихонович. Подскажите, пожалуйста, а употребление успокоительных, седативных, а также транквилизаторов и противопанических средств может как-нибудь негативно отразиться на духовный рост, духовную брань, а также на правильное восприятие на молитве? Спаси Господи! Игнатий Лапкин. Слово «успокоил» встречается в Святой Библии 66 раз. Делом, а не таблеткой. Если ничего не меняется, а только от желудка зависит, то вред смертельный. Душа обманутый и слепо движется туда, где весь организм ждет переменные обстоятельства. А лекарство затмило глаза, как повязка смертнику. Выкинуть эту пакость навсегда. Бытие 50 глава 25 стих. Итак, не бойтесь, я буду питать вас и детей ваших, и успокою их, и говорю по сердцу их. Это Иосиф своим братьям. Рустам, есть, спаси Господи. Гусейнов Рустам, Так и есть, гордый, и никак не могу свое «я» придушить. Поможете? Игнатий Лапкин, Серахова 29.6 Помни последнее, и перестанешь враждовать. Помни истление, и смерть, и соблюдай заповеди. Елена Фе. Здравствуйте, Игнатий Тихонович. Акафис об упокоении, когда можно читать? Утром или вечером? Благодарю за ваши ролики. Очень прошу вас помолиться о моей семье. Спаси Христос. Игнатий Лапкин. Нужно изменять обстоятельства, если это в наших силах. А Акафис можно читать в любое время, и не один раз. Ксения Ю. Игнатий Тихонович, начала работу по этому разделу. Ролик составлен по первым трем темам, названным вопросами для лучшего понимания доводимой информации. Если видео о таком варианте соответствует ожиданиям, буду делать другие по аналогии. К себе, пожалуйста, скачивайте ролик в высоком разрешении, в лучшем качестве, для четкости шрифта при просмотре. Чем выше разрешение ролика, тем четче текст. Понятно, что это не одного дня. Занялись сейчас житьями святых, я просил тут пройти. Ну вот, тут еще что-то было. Посмотрю по скайпу. Что тут пишет один человек какой-то? С Греции. Димитрий. Добрый день, Инар Тихонович Лапкин. Будьте добры, скажите, пожалуйста, я сейчас слушаю вот этого священника. Послухайте его. Правильные вещи он говорит или мне от него держаться вдали? Ну-ка дай там погромче. Вот сейчас мы посмотрим, кого он спрашивает. Это не смотрел я. Вот тема, которая, она для всех. Для всех тем. Вот то, что ты сейчас хочешь задать вопрос, сейчас получишь на все ответы. Вот, например, смотри, осуждение. Господь сказал, не суди и не судим будешь. Если, чтобы узнать, насколько ты вооружен информацией осуждения и с какого возраста, это мы начинаем уже в обратку нашей, говорится, жизни скатывать. Вот это вот, судя по шапке, какая у него, я уже несколько раз его слушал, поэтому я тут даже сейчас пока не ткнул, я не знал, о ком речь идет. Ничего не знаю про него. Откуда он? Кто? Как? Определитель только такой. Отступники, богохулители какие, они все с ним соединяются. Вот поэтому скажи, кто ты? Кто твои друзья? Я скажу, кто ты. Вот судя по тому, что вокруг него сразу колготятся люди с самомнением высоким. Вот у нас такой один был, он сразу же с ним слепился. Кто он такой? Где он был рукоположен? Ничего не известно. Кто он? Их таких сегодня не разберешь даже. Завалы буквально где-то. И он сидит один совершенно лызый, другой с бородой. И говорят, ну, где-то будем все слушать. Если бы у него там один ролик был, да, он ролик-то не маленький. 49 минут. 49, только одно. Я бы сидел его, слушал. Он говорит о неосуждении. У священника все на этом построено. Но смысл, когда говорит, это не судите никого. То есть меня не трожьте. Меня не трожьте. Больше другого не вкладывайте. А он вот такой вот судит всех. Всю патриархию называют еретической. Ни одного нигде православного нету. Ни в Финляндии, ни в Греции. Нигде. А уж про Папу римское говорить не надо там. Ну и что? Как он объяснил это слово? Я и смотреть даже до конца не буду. Времени на это нет. Что он? Ну, это вопросы задают. Все, и вопросов-то никаких нету. Что тут у него? Что он ему тут пишет? Ну-ка, посмотри. Океан, ледовитый океан. Ни имя, ни фамилии. Кто пишет? А если человек инвалид без рук, тогда он что, обречен? Ему же бесов пугать нечем. Ногой и печень не перекрестишь. Хорошо. Значит, говорит, скрестить надо печень. Ну, явное дело, что уже выдумывают. Дальше показать еще два, глянуть просто. Воспитание детей, духовный взгляд. Надо учиться, пользоваться Иисусовой молитвой, и она перекроет все твои недостатки. Иисусова молитва то есть никакого отношения не имеет к Слову Божию. Нигде нету. Что, смотри в Слове Божьем, поступай, нигде я не встречал у него. Дальше. Что мне делать? И притом ни одного нету, которые с именами были-то. Ну, этот что там, океан вечный, а второй там тоже что-то духовный. Я крестила ребенка, но его поливали, не окунали. У меня в городе православной церкви нет. Ездила в другой город. Крестила его в церкви, где служат по старому стилю. А в другие города службы служат по новому стилю. Как мне быть? Скажите, пожалуйста. Ну, ничего нигде нету. Не ответа мне. Вот ответ. Да, ну-ка, что тут пишут? В какой местности вы живете? Ну, все, кто это он говорит. И кто он такой? Ничего не известно. Конца края нету. Посмотреть, где-то что-то другое. Я кинулся у него там где-то. У него на одном и том же месте. Он топчется. Нигде, к слову Божию, не привлекает. Самое интересное, вокруг, которые приходят люди, тоже ничего у них нигде нету. Нету. Когда начинаешь узнавать дальше, вот там ляхов, там шляхов где-то, все это, или больные, больные на голову. Там, недавно выбрался из психиатрии, и везде отлученые вон там. Совершенно для церкви он никто, враг церкви. И эти люди, они сразу друг друга чуют такое. Вот пример у меня в лагере, в лагере когда еще был, ребятишки сидят на костре, из деревни приходят попозже, пока они скотину встретят. И вот они никого не знают. Они сидят у нас, ну видно, вот этот хороший парнишка, вот этот балованный, ну и такой, ну просто разболтанный. И деревенские такие же есть, которые нормальный парень, пришел рядом, сидит с родителями, ну там картошка печется. А этот, который такой хулиганистый, бестолковый совсем, он приходит прямо через место, где горит костер, перешагивает и к тому, в который хулиганистый садится. Я пытался узнать, а вы как-то разговаривали раньше? Нет. А видел его? Нет. А как ты определил? А кто его знает? Вот у меня один брат пил. Ну вот он не пьет, он такой видный, чернявый, стоит в стойке. Стоит он, брат священник, и мама. Стоят на вокзале. И вдруг подходит какой-то бомж, а они трое стоят, ну, а то же не сидят в вокзале. Народа много. И он никому не подошел, а прямо к этому подошел, к брату, который пьет. Ему мигает и показывает три пальца. Пойдем, на троих сообразим. А он приезжал лечиться там от алкоголя. И он после спрашивает, а как он меня узнал? Никогда не видел ничего, бомж подходит. И они стоят, кучка, он сразу к нему подошел. Ясное дело, что вся эта бесовщина когда-то кончится. Это человек, только спроси. Вот один из определителей, как он что понимает? Как он научил людей спасать по Слову Божию, которое будет судить? Евангелие от Яна 12.48. Его ничего не... Он будет мякоть стоять и ничего не скажет. Дальше спроси, какое отношение у него к патриархии, как правило, у всех одинаковое. Они признают и только безблагодатность ее определяют. Это как-то... Ну, и дальше еще говорить. У меня к таким людям ни вопросов нету, ни смотреть. Вот даже выступает где-то вот. Вот, кажется, и это он нет. Ну, похоже, да. Ну, капот. Итак, мы конюшим или как с вами, что у нас узкий... Видишь, сколько надета она мне? Не похоже на него? Покаяние снимает все родовые грехи, от которых образуются болезни. Где-то какие родовые грехи, что-то где-то было. И вот все это облеплены, материя, там на лбу крести, кресты. И тут сразу... А креста ни одного правильного нету. С какими-то набалдашниками везде вот это. Ну, так это принято у православных-то. И вот когда начинаешь говорить, все они одинаковые, но друг друга никак они не признают. Ну, вот, что к ним обращается? Что? Нина Смоленинова. Мир всем, Господи помилуй, спаси, разуми, храни вас, чад нас, каемся, веруем в Евангелие, уповаем на Господа, каемся, на все воля Господа. Во имя Господа, аминь. Слава тебе, Господи, слава тебе, благодарю вас. Еще нету, то есть, по этим не узнаешь. Ничего нету. Слава благодарности. Ничего нет, благодарят, а кто они такие, чего, не знаю, не встречал, но только между собой эти, которые, если это, принадлежит там патриархии, тут что исследуют-то? Там учения на виду, а это нет. Где он был, кто? Вот они собирались раньше, там вот ездит Авель, Семенов, это паспорта жещ, у него нету, домистика, ковры собирает, там завитушки, как-то нету, паспорта жещ, у них в мозгах вот эта заноза сидит, они белого света не видят. Вот. Ну, и здесь, примякало, вот такие страшные родительские греха, это, видимо, он уже сидит. Похоже, нет? Какой самый страшный грех? Это первый, который смотрели, второй? Первый? Это первый. Вот теперь спрашивают о грехах. Страшный родительский грех. Еще выпытывают. У него не родители, определенные, показывают где-то. Спрашивают, кто детский уголок. Вот. И штучки, и шутки всерьез. Это название людей. Это никто. Все везде обман идет. Не знают. Ну и все. Посмотреть наши ресурсы. Вот это вот мой мир. Трудно перетаскивать сразу на него. Все ролики, которые перенесу, допустим, сегодня 10, и ни один не остается. Все правильно дело неизвестно. Дальше форум наш. Православный форум. Вот он здесь. Вот теперь у нас есть, что здесь смотреть надо. Ну если ругань, я уберу комментарии. Ну зачем? Тут еще не знают. Это про жуков. А? Ролик про жуков. Про жуков. Ну и нет ничего. Дальше. Во свете Библии. Православный библейский сайт. Самое ценное, это вот наши вопросы. Я это вопрос отдельно вынес. Это проверял, кто приходит на форум. И вот сейчас здесь мы коснемся. Деньги. Называется это папка. Ужатая. Надо же, захватил. Если там что-то ужатое нету, попутно глянуть. Теперь вопросы. Вопрос. В университете вопросы задавали или по радио мне. Вопрос 864. Второй том, открытым окон. Святой Ян Златоуз говорит. Оставив неуместную пытливость, подавайте милостыню всем нуждающимся. Смотри не на достоинство нуждающегося в помощи, а только на нужду. Хотя бы он был ничтожен, низок и презрен. Ясно, что здесь говорится не о христианах, кому нужно подавать, а о каких-то опустившихся людях, вероятно и о пьяницах. Так всем подавать милостыню или нет? Какой большой вопрос. Ответ. Пространный ответ можете прочитать в нашей книге к истинному православию. В нашем сайте. В главе о милостыне, конкретно по указанным местам Златоуста, взятым очевидно из вышеуказанной книги. Внимательно прочтите и подчеркните слова «нуждающиеся в помощи». Нуждающиеся. Переносим это на попрошаек и опустившихся людей возле храмов. В чем они нуждаются? А похмелиться? И нуждою это никто не сможет назвать. Ясно, что речь идет о голодных, не имеющих на что взять хлеба, внезапно попавших в трудное положение, не имеющих работы. Подавать пьяницам преступно и грешно. И об этом священники должны говорить постоянно, не развращая подачками, попрошают. 2 Петра 1.5 То вы, прилагая к всему все старания, покажите в вере вашей добродетель. В добродетели рассудительность. Надо рассудить. Как так? А не так? Подавай всем. Ну вот, в житие святого Нифонта. Там один играл на музыкальном инструменте. Он там подал ему. И дальше глаза открылись. В ту же минуту в пригоршне у дьяволового оказалось все это. Вот и весь ответ. Ну наш материал, он очень пространный. Там все есть. Еще прочитаем вопрос. Вопрос 1332. Четвертый том открытым оком. Можно ли ездить без билета в городском транспорте? Если нет денег, даже на хлеб. А ехать необходимо, например, на работу. Ответ. Какой ответ вы предполагаете от меня услышать? Чтобы я дал вам разрешение превратиться в зайца? И когда вас поймают, вы сошлетесь на меня? Вам это поможет тогда? Городской транспорт или другой оплачивается кем-то? Сам транспорт, горючее, водитель, кондуктор, содержание путей и так далее. За счет чего он будет окупаться? Да, посягает. 1 Коринфянам 6.10. Ни воры, ни лихаимцы, ни пьяницы, ни злоречивые, ни хищники царствие Божие не наследуют. У вас несколько вариантов. Найти работу возле дома, чтобы не ездить. Выходить из дома пораньше и идти пешком. Это очень полезно. Устроиться в депо данного вида транспорта. Там дают бесплатные билеты. Я работал в ВРЗ. В ВРЗ, вагоноремонтный завод. А жил около Булыгина. Это в Барнауле, там говорится. Но расстояние может километра четыре. И у меня всегда были деньги, так как я работал на двух-трех работах, будто имеющих десятерых детей. Платить три копейки на трамвай я не хотел. Но ставить вопрос так, как ставите вы, не имел даже в мыслях. Но выходил из дома на час раньше. Можете купить велосипед. А если ничто из этого вам не подходит, то можете лечь и умереть честным человеком. Но ни зайцем, ни ворон. А я, интересно, бегу за трамвайом. Ну, трамвай-то останавливается. И на гору, особенно в Чернышевске, где и на гору. И за трамваем так и бегу. А сзади, которые люди стоят, и все время на меня смотрят, машут руками. Давай, давай. Я маленько отстаю. А пока трамвай стоит, я его догоняю вплотную. И дальше они едут, а я бегу. Как заботы жалят и кромсают. Как терзает душу суета. Слезы человека не спасают. А спасают веру во Христа. Слезы, признак слабости душевной. Люди плачут, к Богу не спеша. В день суда Господь посмотрит гневно. На всех тех, чья скомкана душа. Скомкана, отравлена, убита. Мелочностью, скупостью, враждой. Каждого влекло свое корыто. Каждый занят был своей нуждой. К Богу прибегали очень редко. Только в чашской скорби иногда. Дьявольская сладкая конфетка довела до страшного суда. И теперь они пойдут слезами, не туда, где вечная весна, А туда, где хищными руками их обнимет крепко сатана. Слезы не спасают. Мало толку, коль в душе Сын Божий не живет. Будь при жизни бескорыстной пчелкой. Собирай для Бога сладкий мед. Родион Березов. Я его, когда читал, открытым локом заучил. Вот, можно заучить было. Дальше. Еще возьмем одно. Один вопрос. Последний. Вопрос 1188. Третий том открытым локом. Сейчас стало модно изображать хищных зверей на пакетах, платках и прочее. Это случайно? И какие вопросы? Я даже и не знал, что так может задать. Ответ. Есть модное слово «мода». Но кто ее задает? Почему вдруг она, как эпидемия, охватывает все? Разорванные юбки, высокие каблуки и прочее. Есть выражение. Законодатели мод – это, как правило, всегда масоны. Это их работа. И во всем заложена цель – разжижать мозги землян. То они придумывают на подошвах обувь и крест, то короткие волосы у женщин и длинные у мужчин. Мода на определенный вид питания, образ жизни. Мода – это действительно три бесцовских духа, которые вдалбливают в мозги короткие и бессмысленные слова. Ква-ква-ква. Откровение 16 глава, 13-14 стих. «И видел я выходящего из уст дракона, из уст зверя и из уст лжепророка, трех духов нечистых, подобных жабам. Это бесовские духи, творящие знамения. Они выходят к царям земли всей вселенной, чтобы собрать их на брань, вонный великий день Бога Вседержителя. Все это для неверующих, для земли, для недумающих о небе. А для верующих этот поток, река со всеми этикетками, музыкой, она уходит в землю». Откровение 12-15. «И пустил змей из пасти своей вслед жены в воду, как реку, дабы увлечь ее рекою. Но земля помогла жене, и разверзла земля уста свои, и поглотил реку, который пустил дракон из пасти своей». В видениях пророкам Даниилу Ездри будущие цари показаны в образе хищных зверей, а иногда в образе травоядных. Архиепископ Андрей делает подробный разбор всех членов тела хищников. Но суть в одном – в их кровожадности. Есть свидетельства очевидцев, что у детей перед войной появляется неопределимая тяга к вооружению и игре в войну. Нужно избегать этого. У нас в поселке, как и в общине, не принято, чтобы на одежде были погоны. Мы считаем это за проповедь войны. Согласно этого, быть может, нас постепенно подготавливают, как и через ННН, приходы зверя с его печатью. Даниил 7.3 И четыре больших зверя вышли из моря, не похожие один на другого. Откровение 13.1 И стал я на песке морском, и увидел выходящего из моря зверя с семью головами и десятью рогами. На рогах его было десять диадим, а на головах его имена богохульные. Это все делается для того, чтобы мы потеряли бдительность. У нас в храме нельзя появляться ни с какой надписью и ни с каким изображением на одежде. И считая, что это справедливо. Стоит задуматься, почему на новых знаках денежных купюр евро нет никаких изображений, кроме каких-то зданий и знаков пятиконечно-масонской звезды. По всей вероятности, именно так должен произойти последний переворот. Полный недоумения, молчания, затишье, кабы изнеможения, усталости от всех родов правителей без власти. Все нарастающее жажда крепкой, твердой руки. И вот он явится, чаемых тысячелетиях. Как прекрасно все то, что твое. Мне повсюду твой голос... Заново я начну прочитаю. Как прекрасно все то, что твое. Мне повсюду твой слышится голос. Ветром в листьях звенит и поет. В сердце шепчет, как зреющий колос. Эти горы покрыты мхом. Эти волны покрыты пеной. Этот берег с горячим песком. Это солнце бескрайней вселенной. Боже мой, это ты, это ты. Я с тобою повсюду встречаюсь. Когда рву мимоходом цветы или на чей-то поклон отвечаю. Мне повсюду видна твоя кисть, твой резец и твой почерк с размахом. В детском зоре, что светел и чист, и в мужских пропотелых рубахах. Это ты нам даруешь детей. Это ты научил нас трудиться. Потому я хочу все сильней и все чаще усердней молиться. Боже мой, это ты окрелил мою душу нетленной надеждой и отрепья земные прикрыл своей новой и чистой одеждой. Это ты меня петь научил, потому моя песнь не смолкает. Это ты в меня свет свой пролил, он и в вечности не угасает. Как прекрасно все то, что твое, пред величием твоим я не имею. Это ты, это ты мне даешь все то доброе, что я имею. Вера Кушнир. Вот Вера Сергеевна Кушнир вот такие стихи написала, но поется вот это. Сколько у нас там? 42 минуты. Ну, на этом как будто все. Благодарю. Сегодня у нас воскресенье, идем к храм. Сегодня у нас 25 марта. Вчера батюшка звонил с Хварцей при репетере 24 марта. 24. Раньше я считал, что 18 марта уже в Москве были. Ну, когда я в школе учился. Все, пока. Субтитры сделал DimaTorzok